всем привет друзья итак в этом видео я хочу распаковать посылку которую я сегодня получил а в этой посылке как вы уже поняли наверное из названия лежат мои новые дуги от компании crazy iron для honda cbr 650 так вот мы сейчас эти дуги распакуем и посмотрим что они из себя представляют дело в том что я заказал эту посылку из россии пришла она ко мне очень быстро я бы сказал то есть мне прислали подтверждение когда 14 числа сегодня 22 то есть практически неделю она шла то есть я честно ожидал что она будет тем месяц как минимум но меня это дело очень порадовало то что внутри я догадываюсь то есть я видел на картинках много раз смотрел но сейчас мы посмотрим и пощупаем это как она выглядит в реале то есть мне за этот обзор никто ничего абсолютно не платил покупал я абсолютно все за свои деньги то есть даже компания crazy iron даже не в курсе что я собираюсь что-то там снимать и показывать поэтому этот обзорчик будет я бы сказал очень объективным то есть мне нет смысла их хвалить или там что-то их ну рекламировать его бога если продукт хороший который там лежит то я так и скажу что он хорош если есть какие-то изъяны то я вам их покажу так начнем с коробки коробка выглядит солидно то есть пленки не пожалели ну это опять же хорошо или плохо решать каждому самому опять же с точки зрения с точки зрения экологии это конечно говно упаковка то есть нафига ее так плотно упаковывать как будто картон он бы это все не выдержал ну да ладно это все это жесть реально зачем столько пленки ребята вот если вы сейчас из кризиса и она смотрите то есть какой смысл ее упаковать какое бы большое количество пленки так так жесть что я надеюсь к вечеру мы ее строим обалдеть ну ладно главное все таки содержимое этой коробки уже такой толстенный слой коробки еще и не видно наверное ножницы лучше взять так это как я понимаю вид что ли коробки ладно ребята доберемся так вроде ребенку удалось отделить от коробки богу так вот тут какие-то сопроводительные документы нет это прошу прощения это у меня на столе лежали я думал какие-то сопроводительные документы теперь надо понять где у коробки низ где вверх пока что это не совсем понятно упаковка я вам скажу зверская так 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 опять что за коробка то емор ладно попробую вот так честно ребята я не пойму где тут низ где вверх с какой стороны ее открывать блин жесть какая-то это может какой-то особый российский стандарт коробок или чё даже понял сейчас вот он как оказывается ларчик просто открывался так ну ладно все таки главное все что внутри так что мы видим ребята такие вот всякие эти воздушные пакетики которые может быть потом полопать дальше что мы видим ну вот непосредственно сами дуги здесь видимо какие-то крепления их не и вот все что нужно там болты и гайки необходимые ну и давайте мы сейчас просто одну дугу даже раскроем и посмотрим в принципе они не должны быть симметричными не ну в плане упаковки ребята запакованы они на совесть от души так тут как бы претензий нет даже через чур упакованы ребята постарались ориен вроде бы получилось вроде получилось а ура ахахахахах % поднимем жесть какая-то вот так вот выглядит дуга принципе как она выглядит как она сделала выглядит очень даже неплохо ну по крайней мере вот так вот если смотреть так это наклеечка и и при желании можно отодрать я под я просто потом хочу сюда сделать рекламу своей фирмы вместо вот этого что было тоже беленько красиво богато так вот так он помогает сюда точно у этих дуг есть нюансы вот именно пацаны кто берет себе именно под себе 650 производитель в описании указывать что там надо будет в одном месте по моему по моему в одном месте если я точно не ошибаюсь немножко сточить пластик то есть как раз чтобы вот этот кронштейн по моему под пластик подлез надо с внутренней стороны пластик там где-то ну чуть-чуть вот это может вот так это и пару миллиметров как бы срезать аккуратненько конечно этот нюанс что-то срезать у нового мотоцикла как-то не особо в кайф но на картинке я посмотрел там как они показывают как это можно сделать ну в общем там в принципе не критично и с внешней стороны видно вообще ничего не будет ну вот так вот они выглядят скромненько или даже вот с этой стороны не помню точно да вот так они ставятся здесь кронштейн будет такой под него надо быть там сточить в общем фигня смотрятся они я бы сказал нормально сделаны добротно швы сварочные конечно ну если конечно вблизи так смотри смотришь на них выглядит немножко не аккуратно скажем так не топчик но главное все-таки функционал если мотоцикл упадет он упадет непосредственно уже на эту дугу преимущество дуги перед обычными крашпедами да я сначала думал может быть взять просто обычные крашпеды и передумал почему потому что крашпед крепится как бы к одной точке и когда у по мотоцикл ваш упадет ли вы его аккуратно даже положите то вся нагрузка будет на одну точку а это плохо то есть он может вывать вывать те же самые крепления от этого крашпеда да или там погнуть что-то здесь вся нагрузка вся масса будет уже распределяться непосредственно на три разные точки соответственно будет равномерно то есть намного лучше и даже если он кто-то случайной в машиной въедет сюда то она защитит лучше принципе если так их посмотреть дату они выпирают даже прям не сильно то есть аккуратненько будут все закрывать в общем ребят когда я заберу свой мотоцикл первым делом я установлю эти дуги соответственно сниму видос на эту тему покажу как она все там смотрится чтоб все по красоте как говорит вадик что все ваще на было ну в общем все будет классно так что она даже понимаете вот сейчас как как вот на права не сдал мотоцикл не забрал зато дуги пришли раньше чем у меня будет мотоцикл значит я сходу их поставлю а так представьте стеба сдал на права да сейчас бы катался и уронил бы его до того как мне пришли вот эти дуги было бы обидно и дорого поэтому все что не делается все к лучшему ребята так ребята спасибо за просмотр с вами был вели канал битрайдер подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки ну а я прощаюсь с вами до новых встреч увидимся